Девушки отдыхают Каждое утро Александра Маренова начинается с таких неповторимых мотивов. Профессию звонаря мужчина освоил больше 10 лет назад. Я о своем выборе ни разу не пожалел. В свою жизнь выпускник отделения хореографии Волгоградского института искусства и культуры Александр Маренов хотел связать с современными танцами. Но, к удивлению, окружающих поступил в духовное училище, и именно там впервые, как он говорит, осознанно услышал колокольный звон. Кто-то меня перевернул, смотри. Я слышал, когда мимо проходя колокольни, но это звук такой, не такой все равно. Вот эта мощь, это разливистое звучание, которое вот столько длится и длится и длится, затихает очень медленно. По словам Александра, научиться звонить в колокола может каждый. Вот только профессиональным звонарем стать не всем под силу. В первую очередь у человека должно быть чувство ритма. Без него очень сложно, потому что у меня были ученики, но их буквально за все, там где-то около ста учеников всего прошло за пять лет. И, ну, несколько человек без чувства ритма вообще, и, ну, бесполезно, не получается как-то вот. Минимум они все равно что-то схватывают, но все равно звон такой вот не стройный получается. Знание истории, традиции колокольных звонов – обязательные условия для дальнейшей успешной работы. Чаще всего эта музыка не импровизация, а следование определенным канонам. Кроме того, профессиональный звонарь должен тщательно следить за техническим состоянием звонницы. Если что-то где-то растянулось, он должен уметь подтягивать, может быть, тяга от времени порваться, ее заменить, все, настрой. Он должен поддерживать ее, но вот чтобы обучиться именно настройке, нужно очень много опыта. Обычно я раз в месяц делаю осмотр колокольни, проверяю, не открутились ли гайки на креплениях колоколов. Потом тросы проверяю всю растяжку, может быть, где-то трос начинает переламливаться. Особенно вот это на педалях часто бывает. Вот здесь вот тросы, они часто как бы переламываются. Вообще колокольный звон – феномен не только православной культуры. Им пронизаны музыкальные произведения многих знаменитых композиторов, например, Глинки или Рахманинова. Но Александр Маринов уверен, что профессиональный звонарь в первую очередь все-таки должен быть человеком воцерковленным. Колокола участвуют в богослужении, и звонарь должен быть воцерковленным человеком, ходить в храм, исповедаться, причащаться, участвовать в таинствах церкви. И это его вот так именно дисциплинирует, потому что богослужебный звон, он должен быть строгим в рамках таких вот правил определенных исполнения. Колокольный звон в душе, душа выполняется благовенным чувством, и какое-то молитвенное настроение ощущается при этом. И, конечно, он благовест, звон колокольный, он человек мобилизует изнутри и делает, напоминает ему о Боге, об его ответственности, о его обязанности как христианина. Очень приятно, на самом деле, когда человек даже не воцерковленный, идя мимо храма, услышит колокольный звон, это пробуждает в нем какие-то определенные чувства. То есть человек идет, он перекрестится по улице, и в нем какая-то искорка Божия просыпается. И вообще мне колокола сами в себе нравятся очень, то есть я люблю колокола, я люблю этот звон. Насколько мы знаем, вообще колокольный звон благоприятно вообще действует на человека, то есть у него очень положительная вибрация, и многие говорят, я на себе сама испытала, то есть когда человек находится рядом с колоколами, он меньше болеет. И все-таки делится своим опытом звонарь есть нюансы, о которых необходимо знать каждому желающему освоить о за этой профессии. Как говорят, береженого Бог бережет. Есть звонари, которые жалуются, что да, из-за сквозняков быстро как-то здоровье ухудшается. Многие звонари говорят, что да, на слух влияет. Ну как-то я на себе этого не испытывал. Да, я, конечно же, чувствуешь всегда, приходишь на какую-то другую колокольню и чувствуешь, да, где звук, особенно какое-то такое, звуковое давление сильное. И тогда у меня всегда при себе коробочка с берушами, я использую беруши. Если не успеваю их взять, то я, значит, вот уши затыкаю просто. Сегодня профессии звонаря можно обучиться в Духовном училище при Царительском университете, в Свято-Духовом монастыре. Принимают учеников из школы колокольного звона. Одну из таких пять лет назад организовал Александр Маренов. В каждой группе не больше двух-трех человек. Для профессионального звонаря важны упорство и терпение. Он должен кропотливо сидеть, если он хочет именно выучиться, как искусству колокольному звону. Он должен заниматься постоянно, совершенствовать технику. Там важна кисть. Очень важна при исполнении трезвона, важна правая рука, потому что она управляет сразу тремя-четырьмя колоколами. И вот повороты кисти очень мелкие тут применяются. А еще профессия подразумевает абсолютное отсутствие тщеславия. Во время колокольного звона все внимание на инструмент и ритм. Никаких самодовольных взглядов на восторженных слушателей. Я всегда с этим боролся. Какой я звезда, когда я постоянно учусь, постоянно занимаюсь. Надо с этим бороться, потому что если ты себя почувствуешь звездой, то это все. Считай, что ты начинаешь деградировать, начинаешь, наоборот, терять свои знания, свои навыки. Восемь колоколов – это необязательное количество. Минимальное количество – это пять и, может быть, даже четыре колокола. Вот можно взять четыре колокола. Правое – два колокола с правой стороны. Двойка называется. Можем взять в правую руку и в левую, и вот так звонить. Трезвон. А есть такие любимые, конечно. Например, вот этот колокол. 35 килограмм. Также вот следующий тоже – 12 килограмм. У них такое мягкое, продолжительное звучание. Очень нравится. Ударишь во время звона, и он так прям разливается. Звонарем может стать человеком без музыкального образования, но без начальной нотной грамоты не обойтись. В записи нот используются те же знаки, что и традиционные ноты, но берется только длительность, длительность, то есть ритмическая составляющая нот. Схоже с ударными инструментами. С появлением подобных школ профессия звонаря набирает сегодня все большую популярность. Есть храмы, в которых человека на колокольне уже заменила электроника. И все же человек справляется с этой задачей намного душевнее. Я работаю пшенистом тепловоза на Красном Октябре. И вот так получилось, что Господь сподобил и окрестился. В этом храме было немножко не так устроено. Колокола висели. И с Александром Мариновым мы переставили, чтобы управлять одному человеку и звонить. Рабочий день звонаря не всегда насыщенный. Оповещает всех о начале утренней и вечерней служб. В течение дня сопровождает различные церковные обряды, например, венчание или отпевание. Зарплата официальная, но совсем не велика. Профессия, наверное, больше для души. Поэтому случайных людей в ней нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова